В марте 2018 года глава Китая Си Цзиньпин, изменив конституцию государства, создал для себя юридическую возможность, чтобы стать пожизненным руководителем Поднебесной. Для реализации своего плана, по указанию Генсек ССИ, под видом борьбы с пандемией COVID-19, с марта текущего года во всех крупных городах Китая был введен жесткий карантин. Въезжать и выезжать из мегаполисов можно было, только по QR-кодам и тестам, срок годности которых всего 24 часа. Жители крупных городов Китая фактически оказались замурованными в своих жилищах, отрезаны от внешнего мира. Они не могли выйти из дома, чтобы купить самое необходимое – продукты или медикаменты. Люди голодали. От безысходности и на нервной почве люди по вечерам кричали о помощи из окон своих домов. Начались массовые самоубийства. Любые проявления недовольства граждан китайские власти пресекали на корню. Система распознавания лиц помогает полиции выявлять активистов и организаторов акций, которые моментально изолируются от основной массы горожан. Жители, у которых есть подозрения на заражение коронавирусом, мгновенно переводятся в ковидный лагерь. В окрестностях многочисленных китайских мегаполисов введены в эксплуатацию карантинные лагеря на содержание до 100 тысяч человек. Правительство Китая с помощью QR-кода в телефоне граждан контролирует каждое движение жителей страны. Даже чтобы попасть в общественный туалет, человеку необходимо отсканировать QR-код. На фоне тотального контроля над населением, председатель Китая Си Цзиньпин провел 20-й съезд Коммунистической партии, где был переизбран на посту генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий пятилетний срок. 24 ноября 2022 года в многоэтажном жилом доме Вурумчи, столице Синцзянуйгурского автономного округа, который находится в жестком локдауне с начала августа месяца, произошел пожар. Из-за ограничительных мер двери дома были заперты снаружи, что стало причиной смерти более десятка людей. Смертоносный пожар Вурумчи спровоцировал массовые протесты против жестких ковидных ограничений по всему Китаю. Власти страны уже заявили, что ковидные ограничения в городах будут ослаблены. Под предлогом борьбы с ковидом, режим Си Цзиньпина насаждает QR-коды, чтобы в конечном счете установить в стране цифровой концлагерь. В последние несколько дней в Узбекистане, как на телевидении, так и в социальных сетях, началась муссироваться информация о том, что с ноября месяца количество больных коронавирусом в стране значительно увеличилось. Дикторы и придворные блогеры объявляют, что они якобы переболели коронавирусом. В Узбекистан уже доставлено более трех миллионов доз вакцин Pfizer против COVID-19. Чтобы отвлечь внимание граждан от настоящих и важных проблем социально-политического характера, мерзияевский режим готовится объявить тотальный локдаун по всей стране. Загнав людей в состояние массового психоза, мерзияев планирует провести референдум по внесению поправок в Конституцию Узбекистана в онлайн-формате. Получив правовые полномочия, режим мерзияева немедленно приступит к установлению в Узбекистане китайской модели цифровой диктатуры, а точнее цифрового концлагеря. Основной целью создания цифрового концлагеря на социальном уровне является тоталитарный режим, где власти безраздельно контролируют рядовых людей с помощью высоких технологий. Обычный человек при этом превращается в биологический объект, лишенный прав и свобод, ставший добровольным рабом. Государство, без согласия граждан, приступит к сбору информации о человеке, в том числе сбора персональных данных с помощью современных средств коммуникаций и обработки информации. Последствиями повсеместного сбора персональных данных становится вторжение государства в частную и личную жизнь человека, а также тотальный контроль над обществом. Наряду с этим, оцифрованные персональные данные превратятся в предмет купли-продажи. Медицинские данные о человеке, биометрические данные и ежедневная информация о его геолокации, может стать доступным для заинтересованных лиц. Создавая тоталитарный цифровой контроль над обществом, сами властители, имея деньги, власть, технологии и рычаги давления, не подпадают под контроль. Мерзияевский режим уже приступил к тотальной распродаже Узбекистана. Любой преступник, бандит или террорист в мире, может купить кусочек Узбекистана и получить узбекское гражданство. Главное, чтобы они заплатили ту цену, которая удовлетворит алчный нрав Мерзияева. Граждане Узбекистана обязаны выступить против Мерзияевского ложного локдауна, с помощью которого он хочет в очередной раз обогатиться и отобрать остатки свободы узбекского народа. И если граждане Узбекистана совместно с вооруженными силами государства не остановят обезумевший от вседозволенности режим Мерзияева, то в недалеком будущем люди потеряют свою человеческую сущность и превратятся в бесформенную биомассу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова